Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня сделаю быстрый обзор коробочки Glambox или Allurebox. Это лимитированная коробочка сентября, которая посвящена двухлетнему сотрудничеству коробочки Glambox с журналом Allure. Стоила она немного дороже, но и наполнение обещали более богатое. Сейчас подробно расскажу, что же оказалось в моей коробочке. Давайте начнем с тех продуктов, которые мне положили в качестве бонуса за самовывоз. Два пробничка туалетной парфюмерной воды от Giorgio Armani C по 1,5 мл с распылителем. Пользоваться удобно. Не произвела на меня большого впечатления эта туалетная вода. Тем не менее, я постараюсь попробовать ее еще раз. Если она мне все-таки не понравится, просто кому-нибудь отдам. И вот такое саше несмываемого крема для объема волос от Schwarzkopf серии Bonacour. Миниатюра 12 мл. С удовольствием попробую. Ни разу подобными средствами не пользовалась. Будет очень интересно. И теперь уже к наполнению, которое указано здесь в информационной листовке. Давайте начнем с продуктов от Clorans. Вот такая тушь Wonder Perfect миниатюра с обычной щеточкой традиционной ворсовой. Вот так выглядит. Не помню, пробовала ли я ее раньше. Но тем не менее, как только закончится та тушь, которой я пользуюсь сейчас, с удовольствием воспользуюсь этой миниатюркой. Полный объем стоит 1100 рублей за 5 мл. Вообще объем очень маленький для туши 5 мл. Далее. Средство для снятия макияжа с глаз 30 мл. Оно двухфазное, такое силиконистое. Его нужно взболтать, соответственно, снимать макияж с глаз. 125 мл стоит 1100 рублей. Я, наверное, эту миниатюру даже пробовать не буду. Я предпочитаю обычную мицеллярную воду. А такие силиконовые смывки для глаз я не люблю. Поэтому просто кому-нибудь ее отдам. Саше тональной основы True Radiance SPF 15. Информационный буклет. Цвет называется 107 беш. Надеюсь, что он не очень темный, и я все-таки смогу его протестировать. Тональная основа должна придавать сияние кожи, выравнивать ее тон. Очень интересно будет ее попробовать. Далее. Парфюмерия. Новинка от Виктор энд Рольф, которая называется Bon Bon. Это парфюмерная вода. Стоит 50 мл 5 тысяч... Ой, извините, 4545 рублей. Также с распылителем. Объем 1,5 мл. Очень сладкий, очень насыщенный. Я бы даже сказала, навязчивый аромат. Не в моем вкусе. В чем-то напоминает фэнтези от Бритни Спирс или Вивала Джуси от Джуси Кутюр. Есть такие же карамельные и сладко-цитрусовые нотки. Не понравился аромат. Отдам его кому-нибудь. Тем не менее, интересно протестировать новинки парфюмерии. Далее. Марк Джейкобс. Дейзи Дрим. Очередной вариант их аромата Дейзи. 1,5 мл. пробничек парфюма и 30 мл. лосьона для тела. Свежий, ненавязчивый цветочный аромат. Подойдет для офиса. Никого не будет раздражать. Лосьон для тела, наверное, буду использовать в качестве крема для рук. Положу в сумочку. Он быстро впитывается. Не оставляет жирных следов на руках. И очень хорошо им пользоваться именно на бегу, когда не хочется каких-то более тяжелых кремов. Аромат тоже, наверное, я использую. В принципе, он неплохой. Попробовать очень интересно. 30 мл. аромата стоит 2 990 рублей. И 150 мл. лосьона для тела – 1 390. Очень интересное оформление у бутылочки с туалетной водой. Вот такое Саше Лаквороса от Фенди мне досталось, насколько я понимаю, в качестве бонуса. Наверное, можно просто положить куда-нибудь в гардероб для ароматизации одежды. Далее. Сиси-крем от Клиник с SPF 30. Миниатюра 15 мл. В полном объеме 40 мл. Стоит 1650 рублей. Я ранее нанесла его на руку, на этот участок. Нанесла, конечно, достаточно жирным слоем. Но, тем не менее, очень сильный контраст. Даже на моей загорелой руке этот крем выглядит очень-очень темным. Не знаю, смогу ли им пользоваться. Здесь написано, что можно использовать его в качестве базы под тональную основу. Можно использовать самостоятельно. Но самостоятельно, наверное, все-таки он будет очень темным. Может быть, под какую-то более светлую пудру. Даже не знаю. Протестирую его, конечно. Но окончательное мнение, наверное, уже будет в пустых баночках. Надеюсь, что все-таки я смогу им пользоваться. Продукт интересный. Содержит хороший SPF-фактор. Но боюсь, что с цветом, конечно, не попадание полное. Миниатюра шампуня от Керастаз из серии Кристаллист. Здесь 30 мл. Полный объем 250 мл. Стоит 1400 рублей. Не помню, пробовала ли я эту серию или нет. Но всегда рада продуктам от Керастаз. Они все качественные. Редко разочаровывают. Надеюсь, что этот шампунь мне тоже понравится. Миниатюра сыворотки от Kiehl's 5 мл. Полный объем 50 мл. Стоит 2600 рублей. Тоже новинка. Интересно будет попробовать. Обычно продукты Kiehl's мне нравятся. Часто они попадаются в коробочках красоты. Всегда с удовольствием ими пользуюсь. Миниатюра геля для душа и ванны от L'Occitane. Аромакология. Здесь 35 мл. Полный объем 250 мл. Стоит 1100 рублей. Не пробовала эту серию. С удовольствием попробую. Очень хорошая у них упаковка. Удобно также брать с собой в путешествия. Два пробничка от аптечной марки Урьяж. Из их серии Изолис. Вообще с косметикой Урьяж я, наверное, будет, точнее сказать, совсем не знакома. Здесь крем для лица и крем для контура глаз. С удовольствием попробую. По-моему, 3,5 мл. Очень интересно, новый продукт. Хорошо, когда в коробочке вкладывают именно новые продукты, а не какие-то одни и те же пробники, которые уже все и так знают. Продолжение аптечной темы маска от АВН. Тоже 5 мл. По-моему, я ее пробовала, но каких-то впечатлений у меня не осталось, наверное, потому что ее хватает всего лишь на одно применение. 50 мл стоит 926 рублей. С удовольствием попробую. Продукты от АВН мне тоже по большей части нравятся. И звезда моей коробочки. Это бальзам для губ от Андрея Гарланд. Вот так он был упакован. Очень красивый кейс в виде какой-то винтажного контейнера для пилюль. Сам бальзам прозрачный. Не имеет ни вкуса, ни запаха. Он полностью натуральный. Основан на маслах и на пчелином воске. Есть зеркальце. 6 мл. Полный объем стоит 1400 рублей. Надеюсь, что он мне понравится, потому что я все время ищу какой-то хороший бальзам для губ. И все, что я пробовала в последнее время, мне не понравилось. Надеюсь, что этот бальзамчик мне подойдет. Также здесь была карточка от Милвита на скидку 30% на первый заказ на их сайте или на один продукт в их салоне в Атриуме. Также были различные информационные буклеты. Буклеты на скидку от Керастаса. Здесь подарок дают при заказе. 500 рублей. Скидка от Локситан на сумму покупки от 2500. Здесь просто информационный буклет Живанши. Скидка 20% в интернет-магазине Андреа Гарланд. Или скидка на услуги их салона. Информационный буклет о сыворотке Киллс. И скидка на стрижку в парикмахерском салоне. Вот такое было наполнение коробочки Алюрбокс в сентябре. Сделаю небольшой перерывчик, пока не буду покупать следующую коробочку. Буду тестировать то, что уже у меня есть. На этом обзор коробочки закончен. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь, комментируйте. Я стараюсь всех, кто подписывается на мой канал, лично поблагодарить. Но если мне не приходят уведомления на почту, то я не смогу вас поблагодарить лично. Напишите просто мне в комментарии под видео, как вы нашли мой канал. Обязательно вам напишу строчечку. Поблагодарю вас за подписку. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok